Первый блок ультенка, два против вас. Как они всегда? Выбили. Они просто на нефть. Они с поэтом на нефть прячут. Это как нефть, это как кровь в бою. Это как нефть. Это что-то удобно. У нас прямой, да, и возле конец? Все, конечно. Все. Господа, будьте любезны на своей половине. Спасибо. Итак, друзья, заключительный матч сегодняшнего тура. На поле Комус и Татнефть. Татнефть в зеленой форме, Комус в форме белого и красного цветов. Классные матчи сегодня идти и другие провели. Татнефть обыграла сначала «Газпром Энергоколдинг», затем победа над «Газпром Интернешнл». Но вот третий матч сегодняшнего дня уступила «Интернешнл». Такой интересный у них сегодня календарь. Но просто не хватает сил. Заметно не хватает сил. И интересно, как будут проводить четвертый матч. Но вот в контратаку бросаются и забивают 1-0. Зарабатывают для себя преимущество. Комус обыграл в НИА. Очень важная победа. Так что отличались сегодня и те, и другие. Татнефть устали сегодня все игроки. Все играют с микротравмами. Даже при том, что скамейку длиннющую сегодня привезли. Ну и вообще, Татнефть сейчас находится в просто блестящей форме. Набирали они, по ходу, нескольких туров. Неделю назад здорово отыграли в «Спартаке» Адивакатрка «Интернет». Ну и сегодня творят чудеса. Если бы не пришлось им проводить 4 матча, то, может быть, этого запала хватило бы и на весь чемпионат. Атаку неизвестно, хватит ли на эту игру и что будет в следующем туре. Останется ли этот запал? Ох, сейчас рикошет не привел к второму мячу Татнефтья. Угловой. Грановский. Торопов. Обратная передача. И снова братарь забирает мяч. Комусовцы как-то очень нервно пока играют. Не то, что нервно играют, нервничают, поэтому ошибают. Даже в матче в НИА как-то все было попроще. Утатнефтья сейчас четверка. Низамов, Торопов, Шнегерман, Грановский. Низамова вводят на удар. Много посильнее ударить. Голубев на воротах. Состав Комус, напомню, их сразу пятерку и вратаря назовем. Потому что больше игроков просто и нету. На воротах Валерий Иванов. Полевые. Восьмой Алексей Локтев. Пятнадцатый Павел Халецкий. Тринадцатый Денис Ботоногов. Семнадцатый Максим Коршунов. Двадцать пятый Василий Милентьев. Низамов в желтую карточку получает. На самом деле не было у него особого умысла. Одиннадцатый номер, желтая карточка, зеленый фолк. Айда, 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 айда. Скидка, удар, Голубев справился. Торопов пытается вынести мяч подальше. Остался мяч, кстати, в поле. Будет удар от ворот. Кстати, три фола уже от нефти. На рекорд они собираются пойти в этом матче. Ну что, четвертый фолк. Четвертый. Ну, катастрофа, с учетом того, что сыграли пока только пять минут. Впереди еще пятнадцать. В одинокого Торопова попал мяч. Грановский не успевал на этот пас. Чукен. Закрушение правил Грановский на паркете. Вот у Комуса только первый фолк. Грановский покинул площадку. Сейчас Щукин, Торопов, Шнейдерман, Перязев. Сейчас Перязев с мячом. Ну, можно было ударить уже пару раз. Ну, что, пятый фолк. Ну, честно говоря, мне тоже здесь показалось, что просто вдвоем пошли на мяч. И однозначно нельзя толковать, было ли нарушение правил. Но, как бы то ни было, пятый фолк. Пятый фолк, а это значит, что каждое следующее нарушение правил Татнефтью и десятиметровый удар. Татнефтью и Татнефтью и стал сам бить. Рязев. Сказали ему раньше бить. Две минуты остается до перерыва. Татнефтью. Трезер. Пошла последняя минута первого тайма. Торпу подсказали сейчас возвращаться назад, не пытаться присниговать так высоко. Это либо делать всей командой, в таком высоком прессинге играть, либо обороняться на своей площадке, на своей половине площадки. Сейчас на коллективный прессинг уже сил ни у кого нет, видимо, кроме Торопова. Грязев удар, издалека нет, смотрим, второй тайм, он начнет совсем скоро. Итак, второй тайм, Торопнефти, Комус, 1-0. Ну, нарушение правил явное. Ну, вот где оно было, в штрафной или за ее пределами? Мне показалось, что да, за пределами штрафной. Мяч находился в штрафной, и правильно сейчас показывает Чукин. Но сам Чукин-то был за ее пределами. Итак, мяч установлен, установлена стенка. Давайте посмотрим, кто будет бить. Пирязев у мяча, ну да, здесь все предсказуемо. Прямо в стенку, да, хотя Шнейдерман там выскакивал из-за стенки, и можно было у него делать передачу, чтобы он ее замыкал. Пирязев, 3 в 2 можно атаковать. Ну, уже 3 в 3 получится только. Пирязев. Удар, Ротарь. Сегодня творит чудеса у Комбаса в Ротаре. Младший брат Чукинова, судя по всему. Ну, так, по манере игры, по таким биометрическим показателям. Грановский. Защита, удар. Щукин бьет издалека. Ну, и вот любопытно обратить ваше внимание, друзья, если счет не изменится, то ни одна из восьми команд не пройдет этот тур без потерь. Ох, какая контратака сейчас получится. Втроем, втроем могли выходить Щукин. Щукин, ну, в одиночку не отбиться. Ну, к чему сейчас как-то без энтузиазма подключившиеся защитники оборонялись? Непонятно. 1-1 становится счет. Ну, нет, здесь чисто было сыграно непонятные эмоции. У нас отцов. Рановский. Грановский. Грановский. Пять минут до конца. Шнедерман. Березик. Торопов. Шнедерман. Торопов. Торопов. Переазь в хорошем отборе, как всегда. Сейчас атаку начинает. Лучный дерман может сейчас и поактивнее подключаться. Да, Переазь вынужденно уходит на скамейку запасных. Тороп. Высокий пресс. Сейчас Омус демонстрирует. Три с половиной минуты. Начинает засыпать. Три с половиной минуты. Чукин. Хватило доли секунды, чтобы передачу сделать. И очень тяжело возвращаются нефтяники к своим воротам. Снова на поле возвращается. Продолжение следует... Продолжение следует... Минуты 20 секунд до финального свистка. 1-1 по-прежнему. Голубев пытается сейчас взбодрить своих товарищей по команде. Подсказывает, что нам уже совсем немного осталось. Рязев. Сам решил пойти вперед или передачу делать. Мне кажется, что если бы скорость включил, то в итоге до мяча сам бы и добежал. 50 секунд. Но это будет чистая минута. Снова в отборе хороший. Да. Гол. Гол забивает Кумус. Здесь уже не хватило силы, никакого энтузиазма не хватило. Это от нефти. 2-1 становится счет. 35 секунд. Есть еще у нефтяников, чтобы исправить положение. Перязев. Перязев выходит вместо галкипера и сразу получает желтую карточку. Видимо, вошел в поле раньше, чем необходимо. Мяч достается к Кумусу. Будет свободный удар. Ну, вот и Кумус 30 секунд. Видимо, собирается продержать мяч. Главное, чтобы не доставался сопернику. Ну, а теперь скажем, что если не изменится счет, то Кумус будет единственной командой, которая прошла сегодняшний тур без очковых потерь. Все остальные сегодня очки теряли. Газпром Энергохолдинг в матче против Датнефти. ИА в поединке против Кумуса. Свет в матче против ИА. И так далее. Ну, а Датнефть теряет очки. Сейчас будет третий гол. Да. 3-1. Продолжение следует.